здравствуйте дорогие друзья приветствую вас в прямом эфире это эфир женщины пробуждения посвященный 8 марта 2019 года и сегодня второй прямой эфир по тегам женщины пробуждения приветствую вас всех кто подключается делайте пожалуйста репост присоединиться ваши друзья рада всех вас видеть кто не был на первом нашем эфире я повторюсь что 9 марта 9 марта господь сказал мне о своих уникальных планах о том что он собирается делать в жизни женщин и 9 марта я увидела фотографию историческую фотографию а от 6 марта 1917 года фотографии 100 лет и на ней была надпись это была фотография демонстрации женщин 17 года и на ней была надпись манифестация женщин когда я прочитал эту надпись дух святой прямо в это мгновение проговорил ко мне это то что я делаю сейчас повсюду господь поднимает своих дочерей время последние дни когда поднимаются деборы последнего времени деборы которые способны принести суд и истину пророческий голос из сердца отца о эти женщины поднимаются повсюду голос деборы поднимаются повсюду и манифестация означает обнаружение проявление а воплощение то есть то что становится видимым ощутимым раскрытым физическом мире уникальное время мы живем и когда у пророка баба джонса вы наверняка кто-то знает это переживание когда пап джонс умер и встречался с господом и потом воскрес он воскрес чтобы принести послание и это послание касалось планов господа на последние последние дни одна из вещей которые сказали ему ангелы после того как он уже вернулся и по-моему в тот момент когда он вернулся и лежал в больнице и с ним рядом сидели ангелы они говорили о некоторых планах и приоритетах господа и один из приоритетов которые они назвали это то что позиция женщин и женский вопрос должен быть поднят и восстановлен в последнее время то есть женщины в теле христа должны быть восстановлены и права женщин должны быть подняты и голоса женщин должны быть утверждены и сейчас такое время когда я вижу повсюду вскрываются планы врага планы сатаны которые направлены на то чтобы мы не увидели то что делает бог чтобы мы не увидели то что прямо сейчас приходит от господа от него приходят удивительные вещи его особая благодать благословение благоволение течет прямо сейчас из сердца отца в жизнь каждого кто движется в согласии с богом сила воскрешения мощнейший поток силы воскрешения духа святого течет в жизни тех кто движется в согласии с И планы врага сейчас обнаруживаются как в жизнях отдельных людей, так и на уровне целых стран. И один из таких вот планов сатаны есть связать женщин. И в принципе эти стратегии, которые он использовал, многими веками срабатывали. И что говорить, дух религии сегодня не хочет, чтобы женщины знали правду, знали истину о себе, о прошлом, об истории, о будущем, о своем месте на этой земле. И одно из таких вот уловок и стратегий дьявола, как всегда, конечно, ложь, является культурные твердыни, подкрепленные религиозной ложью об ограниченном и ущербном месте женщины. И, конечно, в этом месте многие забросают меня камнями, скажут, что вам еще надо, совсем распустились, с ума сошли, у вас и так есть все права и свободы. Да, именно так они говорили в то время, когда те отважные женщины, начиная с 19 века, начинали бороться за свои свободы, в то время, когда они не имели никаких прав по сравнению с мужчинами. Женщины считались собственностью мужчин, в прямом смысле этого слова. Женщины не имели имущественных прав, женщины не имели права избирательного голоса, женщины не могли владеть собственностью, женщины не имели права на собственных детей. То есть если муж хотел, он был просто без всяких дополнительных условий, он забирал детей у жены. И жена, мать не имела права никакого юридического на собственных детей. То есть только в 19 веке все эти вопросы начали подниматься. И начали они подниматься не просто так сами собой, и не мужчины их начали поднимать. Это важно знать. За это сражались храбрые женщины, которые отстаивали и хотели обрести свободу, не какие-то исключительные права, а боролись за обыкновенное человеческое равенство. И представьте, только на рубеже 19-20 веков женщины начали получать избирательное право. Право голоса наравне с мужчинами. И этого добивались те храбрые женщины, которые назывались супражистками. И один герой хорошего фильма на эту тему сказал, часто отважность, отвага, смелость женщин воспринимается как безумие. Поэтому многие из них и говорят сегодня, вы с ума сошли, что вы себе возомнили вообще такие темы поднимать, и чего вам еще не достает. Но важно осознавать, что только всего лишь в прошлом веке, полтора века назад, женщины начали сражаться за хотя бы избирательное право, за то, чтобы на правовом уровне быть такими же гражданами, как мужчины, в политике и в возможности выбирать тех, кто приходит во власть, и возможность быть избранными. То есть это право включало в себя право избирать и право быть избранными. Право голоса и право быть избранными. Разве это не откликается с тем, что мы видим сегодня? Право голоса и право на избрание. Такое же избрание, как и мужчины. Представьте себе, что только важно думать об этом. Если мы эти вещи не анализируем, мы очень легко можем быть обманутыми. И, к сожалению, очень многие женщины сегодня в рабстве обмана о себе. Только в середине XX века на международном уровне было закреплено право женщины голосовать, избирательное право. Одними из первых, вот самые-самые первые страны, которые разрешили женщинам голосовать, это были Новая Зеландия, Австралия, это, соответственно, 1893 и 1902 год. То есть 120 лет назад, всего лишь 120 лет назад. Вот Квейт, например, разрешил, дал право женщинам голосовать только в 2005 году. Объединенные Рабские Эмираты в 2006 году, Саудовская Аравия в 2011 году. Суфражистки, сражающиеся за свободу женщин и добивавшиеся избирательных прав для женщин, находились под влиянием так называемых квакеров. Это движение, религиозное движение, которое называли их противники, те, кто посмеивались над ними, называли их трясунами. Потому что они говорили о том, что и призывали людей трепетать перед именем Бога. Они тряслись в Божьем присутствии. И поэтому их назвали квакерами, то есть что означает трясуны. И вот супражистки, которые сражались за избирательное право для женщин наравне с мужчинами, они находились под влиянием учения, посланий квакера по тому, что мужчины и женщины равны перед Богом. Истина принесла свободу женщинам в то время. Квакеры проповедовали равенство мужчин и женщин перед Богом. И эта истина о равенстве, она принесла свободу женщинам на политическом и правовом уровне. Также и сегодня только истина сможет принести истинную свободу женщинам в теле Христа. Вы помните надсмотрщиков, которых описал Рик Джойнер в своей книге «Видение жатвы»? «Надсмотрщиков, которые держат христиан в рабстве, в плену, в тюрьмах. В тюрьмах ограничений религиозных твердынь. В плену дьявольской лжи, которая не дает возможности войти в свободу истины, свободу Духа Божьего и в Божью судьбу. В реальный путь со Христом, на который имеет право войти каждый человек, который встретился с Господом. Потому что сам Иисус есть путь на эту новую жизненную судьбу, которая есть в нём. Этот путь в сердце Отца, путь в Царство Божье, путь в небеса. И надсмотрщики, которых описывал Рик Джойнер, они являлись хозяевами, начальниками тюрем, которые держали людей в рабстве лжи и слепости. И слепость эта не даёт возможности отличать правду от лжи, свет от тьмы. Надсмотрщики никогда не хотят, чтобы вы знали правду, потому что они возлюбили ложь, потому что они движимы обольщением, так как не полюбили истину, не возлюбили истину. И женщины, находящиеся под влиянием этой лжи дьявола о себе, могут целую жизнь прожить и так и не познать, что такое настоящая жизнь с Господом. Могут целую жизнь проходить в церковь и так и не познать, что на самом деле есть Царство Божье. И так и не вкусить, не войти в то, за что Иисус Христос пролил свою кровь за каждую женщину, так же, как и за каждого мужчину. Дорогие женщины, они хотят, чтобы вы навсегда остались верными лжи о том, кто вы есть. Они будут внушать вам, что если вы посмели заботиться о своих интересах, о своих мечтах, то значит вы плохая мать и жена. Они всегда противопоставляли это, но это ложь. И то, что эта манипуляция так долго срабатывала, десятилетиями срабатывала, говорит только о том, подтверждает только, что это ложь. Что вы на самом деле хорошие матери, хорошие жены, потому что всегда приносили себя в жертву ради того, что считали своим главным предназначением, считали своими главными обязательствами. Но пришло время раскрыть свою сущность в полноте и войти в то, чего мы были лишены, чего были лишены очень многие дочери, находясь в плену своих предубеждений, опасений, страхов, религиозных ограничений понимания своего места, понимания своего предназначения, о том, что у женщины роль какая-то более ограниченная, чем у мужчины, о том, что женщина не имеет права так поднимать свой голос, как мужчина. И огромная часть тела Христа верит в это, верит в эту дьявольскую ложь. Но это манипуляция. Во всех спорных ситуациях, когда приходится выбирать, что принести в жертву, они всегда выберут женщину. В список оправданных и помилованных она всегда войдет в последнее, если вообще войдет. Они хотят, чтобы вы всегда чувствовали себя виноватыми, когда думаете о себе в то время, как их самих, кроме себя и своей собственной репутации, вообще ничего не заботят. Для многих из них важно только одно, чтобы в их церкви все было чинно и благопристойно, хоть и ценой вашей жизни. Они хотят, чтобы вы думали, что у вас и так уже есть слишком много свободы, что вам нужно еще? У вас уже и так слишком просторная клетка. Они хотят, чтобы вы стыдились и верили, что вы грешите перед Богом каждый раз, когда смеете думать, что вы больше, чем они говорят о вас. Сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели фильм «Ангелы с железными зубами». Это прекрасная историческая драма, описывающая те события, когда суфражистки отвоевывали избирательное право. Я хочу, чтобы вы подумали о том, какой ценой досталось нам то равенство, что мы сегодня имеем. Великая цена была заплачена за то, чем сегодня женщины так легко пренебрегают и приносят в жертву в угоду общественным стереотипам о себе и религиозным твердыням. Те вещи, касающиеся наших свобод, нашей идентификации, которыми женщины сегодня так легко жертвуют во имя мнимого комфорта ради лжи о том, кто мы есть. Подумайте, пожалуйста, о том, после того, как вы посмотрите этот фильм, что на протяжении истории женщинам просто так не давалось ничего. Ничего из того, что мы имеем сегодня, не давалось нам никогда просто так. О, это очень важно знать, дьявол так и хочет, чтобы вы это знали. Всё то, что мы имеем сегодня, завоёвывалось великой ценой с кровью в буквальном смысле. На протяжении всей истории женщинам приходилось сражаться не за какие-то специфичные права и исключительные привилегии, а за простое человеческое равенство, которое каждому человеку дал Бог. Подумайте также о том, что всегда женщинам приходилось преодолевать на протяжении истории невообразимые преграды совершенно, отвоёвывать то, что мужчинам принадлежало просто по праву рождения. Контролирующий дух религии, конечно, боится этой темы как огня. И слишком долго она умалчивалась. Пришло время об этом говорить и вскрывать эти раны, вскрывать эти, вернее, нагноения в теле Христа, которые сегодня многих лишают жизни, воздуха, возможности двигаться свободно в Божьем Царстве, в предназначении и стать инструментом Бога на этой земле. Но пришло время деборам последнего времени подняться, принести направление от Господа, принести водительство Господа в тело Христа, принести истину и освободить пленников, вывести их на свободу, потому что только истина делает нас свободными. Хотя, конечно, они возненавидят каждого, кто посмеет говорить истину, особенно истину, касающуюся женщин, потому что им выгодно, чтобы женщины верили в ложь и находились под контролем. Они возненавидят каждого, кто посмеет об этом говорить. Они возненавидят нас за то, что мы посмели думать о себе больше, чем они нам сказали о том, кто мы есть. Это Дух. Наши брани, битва не против плоти и крови. Это религиозный контролирующий Дух, который держал слишком долго женщин в ограничениях и во лжи. Но пришло время женщинам подняться и обрести истинную свободу во Христе. Они будут давить на нас тем, что мы в заблуждении и хотим слишком многого, тогда, когда у нас уже и так много свободы и вообще есть все свободы. Но правда заключается в том, что до тех пор, пока женщины вынуждены оправдываться перед обществом, перед церковью, перед мужьями, за то, что посмели не пожертвовать собой и своими мечтами, мы на самом деле не свободны. Религия и ее надсмотрщики возненавидят нас за это, потому что они боятся того, кем мы станем. Больше всего дьявол боится того, кем ты станешь. Они боятся, потому что любят ложь и контроль. Но, дорогие, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И Иисус одержал победу для каждой дочери и для каждого своего сына. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И даже если нас возненавидят те люди, которые движимы духом религии и будут бросать камни, будут бросать грязь, они всегда так делают. Они возненавидят меня еще больше за это послание и каждого, кто станет рядом со мной, и кто станет заметен рядом со мной. Они возненавидят каждого. Но ради тех избранных, ради тех того множества, которое поднимается сейчас, мы должны говорить. Ради тех сломленных, которые находятся в рабстве своих страхов и боятся даже думать о том, о чем мы можем сегодня сказать, мы должны говорить. Как часто я слышала, как сестры мне пишут, что мы даже боялись сами произнести, самим себе сказать то, что ты озвучиваешь в эфире. И я верю в то, что сегодня эта истина, она должна восторжествовать. Истина, женщина, будь свободна. Истина о том, что голос Деворы становится слышимым. Истина о том, что нет никаких ограничений, нет никаких различий, нет никаких легальных, угодных Богу ограничений для женщины. Их нет, их не существует. Нет ничего того, что позволено мужчине, чтобы это было не позволено женщине в Царстве Божьем. Мы равны перед Богом. И когда мы признаем равенство друг друга и признаем партнерство друг друга, мы сможем по-настоящему соединиться, мы сможем по-настоящему объединиться вокруг Личности Иисуса. Потому что мы не будем строить что-то на унижении другого, а мы будем строить то, что мы строим для Царства, для Господа с Ним, в сотрудничестве с Ним на этой земле, на основании откровения о том, кто Он есть, вокруг Него, а не вокруг контроля и построения своих царств за счет приношения в жертву интересов женщин и жизни женщин. Деворы. Это очень сильное откровение. Я вдохновляю вас найти запись Деворы последнего времени, эпоха четвертой глубины. Это два эфира, которые я делала на эту тему. Они есть в записях, их можно найти и пересмотреть. Если вы их не слушали, пожалуйста, послушайте их. В это время, я имею глубокое откровение, Господь сказал мне о четвертой эпохе, и Дух Святой вводил меня глубоко в это откровение, то время, в которое мы живем. Время Деворы. Деворы была четвертой судьей Израиля, и описано это в суде в четвертой главе, в четвертом стихе. Девора — это судья и пророчица. И истинный, праведный Божий суд, истину Божьего слова и пророческий голос в это время на земле становится громче и громче. И все громче по всему лицу земли будет звучать Маранафа. Потому что тело Христа, невеста Иисуса Христа исцеляться будет, восстанавливаться. Все эти слепые зоны, которые использовались врагом для того, чтобы обманывать Божий народ, обманывать сыновей и дочерей, они сегодня должны вскрываться. Планы врага повсеместно вскрываются. Ловушки дьявола становятся очевидными. Помните, когда к Нееме пришли эти посланники и вызывали там его, отвлекали от той работы, которую Бог поручил ему делать. И написано, что когда планы врага обнаружились, когда мне стали известны их планы, Бог сказал мне их планы, все, они были обезврежены. Ровно в тот момент, когда нам становятся известными планы врага, они становятся обезвреженными. Именно поэтому сегодня Божий Свет приходит в те места, в которых тьма была годами, десятилетиями и столетиями. Приходит Божий Свет в те уголки, где пленные и раненые ждут высвобождения в Божью судьбу. Божий Свет проникает в самые далекие, в самые потаенные места в теле Христа, где раненые, сломленные пленники нуждаются в свободе. И мы несем свободу сегодня. И Дух Святой поднимает своих дочерей для того, чтобы вывести на свободу пленных, для того, чтобы принести прозрение слепым, для того, чтобы принести истеление восстановления сломленным, для того, чтобы принести справедливость, истинный суд, праведность. О, открыть сердце Отца сегодня для тела Христа, открыть сердце Отца такое, какое оно есть, чтобы дьявольская ложь была разрушена истиной Божьей, чтобы всякое ограничение религии и дьявольской лжи в теле Христа было разрушено. И я говорю тебе сегодня, женщина, будь свободна, потому что ты избрана для этого. Тебя Бог поместил сегодня для этого времени. Не для этого ли времени ты была рождена, подготовлена, снаряжена и поставлена там, где ты есть сегодня? Не для этого ли времени Бог довёл тебя до этого момента и до этого места? Пришло время тебе сыграть свою ключевую, уникальную, решающую роль в это историческое время. Время подняться, время восстать в Божью судьбу, в Божью славу, снаряжённой истиной, снаряжённой любовью, снаряжённой славой Господа, для того, чтобы сокрушены были силы ада, для того, чтобы цепи оковы, ярма, греха, лжи дьявольской в теле Христа были разрушены, для того, чтобы тело Христа поднялось в огне Духа Божьего навстречу своему возлюбленному жениху. И встающая невеста всё громче будет взывать Маранафа, «Гряди, Господь!», потому что царь славы уже грядёт. И недавно я услышала торжественно в Духовном мире эти слова из Псалма. «Поднимите врата вверхи ваши, поднимите древние врата, и грядёт царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил, Господь саваох. Он есть царь славы. Он грядёт и освобождает свой народ, и поднимает свою славную невесту в силе, свободе и любви, и в своём огне, и в своей славе. Прекрати сегодня бояться. Прекрати сегодня сидеть в страхе. Прекрати сегодня сидеть в своих ограничениях. Войди в свободу Духа Божьего во имя Иисуса Христа. Я чувствую, как цепи падают в жизни кого-то прямо сейчас во имя Иисуса. Я благословляю вас. Пусть свобода Духа Божьего принесёт свободу от всякого ярма в вашей жизни. Кто-то был просто, я вижу, как, знаете, некоторые женщины просто связаны оковами вокруг себя, цепями, верёвками. Вы обездвижены полностью. Я провозглашаю сегодня в вашу жизнь полную свободу во имя Иисуса. Свобода Духа Святого приносит жизнь и воскрешение в вашу душу, воскрешение в ваши эмоции, воскрешение в ваше сердце, в ваш дух во имя Иисуса Христа. Женщины, будьте свободны, будьте исцелены, будьте восстановлены, будьте подняты Богом на то место вашей судьбы, для которой вы предназначены для этого времени. Пришло время вам выйти из тени в чудный Божий свет, выйти из тени своих ограничений, опасений и предрассудков общества и церкви, о вас выйти прямо в центр арены Божьей судьбы для вас. Во имя Иисуса Христа. Амэн. Благословляю вас, дорогие. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok